Трудно переоценить роль высшего законодательного органа России, Государственной Думы и ее депутатов не только в законодательстве, но и в нашей жизни. В основе работы депутата Государственной Думы Ивана Демченко – содействие улучшению качества жизни своих избирателей, повышение ее комфортности. Один из лучших инструментов для хорошей обратной связи с жителями – встреча депутатов с ними. На встречу в Дом культуры крупнейшей станицы Славянского района Петровской были приглашены депутаты, руководители предприятий, социальных объектов, представители торговли, администраторы по работе с населением, словом, все те, кто входит в актив Петровского сельского поселения. В своем выступлении Иван Демченко сказал о том, что государство старается, чтобы жизненный уровень граждан не понижался и жизнь улучшалась. Насколько серьезная государственная поддержка оказывается в населении. Кто чуть-чуть хочет там руками что-то сделать, пожалуйста, делай. На тебе, на теплицу, на тебе, на детей дополнительно. Приняли Конституцию, кто бы там что ни говорил. Но индексация пенсии ежегодно в связи с инфляцией теперь. Какая инфляция? Есть инфляция, Центробанком утверждена. А ее же не обманет. Она контролируется всеми мировыми финансовыми институтами. Понимаете? Есть инфляция там 3% или 4%? 5%. Значит, пенсия плюс 5%. Депутат Госдумы подчеркнул, что для устойчивого развития страны очень важна стабильность. Нужно видеть опасность авантюристов, стремящихся расшатать политическую ситуацию, обнулить все наши достижения и, в конце концов, изменить худшему жизнь простых людей. Это не они все делают, а они инструменты в руках западных спецслужб для развала нашего государства. Можно все делать. Можно работать, быть в оппозиции. Понимаете, да? Но работать всегда необходимо только в правовом поле. И самое главное, что 99% – это технологии для обработки наших умов. 99% – вранью полную. Вы это понимаете хоть или нет? Берется какой-то маленький факт, и на него навешивается целая система разных компрометирующих материалов. Иван Демченко подчеркнул, что для него обращения избирателей очень важны, и он старается тщательно их отрабатывать. Что касается моей работы депутатской, я все, что было поручено, попросили люди. От Ачуева, Голицына, Голубой Нивы, Петровской, Чернышевых я все выполнил. Вот, сто процентов. Ни одного вопроса, кто бы мне сегодня сказал, что ты вот пообещал это, Демченко, а не сделал. Скажите, что я пообещал и не сделал. Такого нет. Я могу отвечать за каждое свое слово. То есть вот такие вот дела. Подводя итог встречи, депутат Совета поселения Елена Малежик поблагодарила Ивана Демченко за помощь, оказанную Петровскому сельскому поселению в ремонте участковой больницы, поддержке социальных объектов, станицы и в гравийной подсыпке дорог. Спасибо вам огромное за истинность. Ну, наверное, уже ни для кого не секрет, что сколько улиц имеет наша станица Петровская? 127 улиц. И дороги в большей части имеют грунтовое покрытие. И вот я не могу сегодня не сказать, что благодаря именно вашей инициативе, вашей помощи, наша администрация наладила активное сотрудничество с Абинским металлургическим заводом, который регулярно поставляет нам шлаг для твердого покрытия наших дорог. Завершилась встреча на приятной ноте. Иван Демченко вручил администратору по работе с населением Ирине Богма благодарственное письмо за активную жизненную позицию и настойчивую работу с земляками по благоустройству. Иван Иванович уже наш человек. Он довольно-таки уже проработал с нами срок 5 лет. И это, конечно, радует. И накануне новых выборов мы бы не хотели кого-то менять. Все делается на благо народа. Всех жителей устраивает вот это вот отношение к малой родине, что на нас обращают внимание. Мы работаем, не покладая сил, и желаем всем здоровья крепкого. Благодаря содействию и помощи Ивана Демченко было сделано в нашем районе немало добрых дел. И эта важная и нужная работа будет продолжена. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «Собор». Игорь Ванчугов, программа «Собор»